Перед просмотром рекомендую обратить внимание на описание. Там будет ссылка на регистрацию у брокера BKS. И обратите внимание, что это лучший брокер в России, я работаю именно с ним и у вас не будет комиссии вообще никаких за покупку ценных бумаг по умолчанию после регистрации, у вас будет тариф инвестор абсолютно бесплатный. Комиссия будет только за продажу ценных бумаг, но если вы пассивный инвестор не продаете бумаги, то вообще никогда платить ничего не будете. Если вы трейдер и торгуете, то есть фиксируете свою прибыль, в таком случае для вас будет Это определенный тариф за 300 рублей в месяц, там тоже минимальная комиссия на рынке. И в чем преимущество регистрации по ссылке в описании реферальной моей, вы сможете зарегистрироваться онлайн без посещения офиса. За 5 минут отключится у вас абсолютно бесплатный тариф сразу же за 0 рублей в месяц, комиссия 0%. И абсолютно бесплатно на этом же бесплатном тарифе за вами закрепится персональный финансовый консультант Сергей. Он вам позвонит после регистрации, ну нужно будет подождать, потому что людей регистрируется много, а Сергей один через какое-то время позвонит. Ну если вы хотите сразу с ним выйти на связь, то у вас будет чатик с ним в приложении мобильном, а также можете номер телефона в мобильном приложении увидеть и позвонить первое. Он поможет и портфель свой собрать инвестиционный бесплатно абсолютно, и перенести активы от другого брокера, и вообще любой ваш вопрос решит, поэтому регистрируйтесь по ссылке внизу у лучшего брокера. Давно я не выпускал видео, и за это время российский фондовый рынок значительно упал, но я продолжаю инвестировать. Напомню, что вы смотрите сейчас отчет в рамках рубрики, где я каждую неделю пополняю брокерский счет на 20 тысяч рублей, начиная с нулевого счета и показываю результаты инвестиций. Инвестирую в российские акции с упором на дивиденды. И если вы думаете, Артем, ну какой смысл смотреть эту рубрику, если ты так редко ее снимаешь, отвечу, что в последнее время не было видео, поскольку я по делам улетал в Москву и не был за рабочим местом, где я записываю видео, но, тем не менее, это нисколько не мешало мне давать оперативные отчеты в Телеграм-канал, где я каждую неделю подробно с цифрами и описанием своих действий и мыслей на ближайшее будущее все указываю. Ну что ж, сегодня контента будет много, присаживайтесь поудобнее, потому что последнее видео, которое я записывал в рамках этой рубрики, было в 17-ю неделю моего эксперимента, сейчас началась 26-я неделя, и я продолжаю инвестировать. Давайте начнем с того, как выглядит мой брокерский счет, выглядит он следующим образом. И вроде как я в момент последней записи видео даже не упомянул, что немножко пересобрал свой портфель, пересмотрел компании, добавил больше компаний в свой портфель, и сейчас вы можете видеть это на экране. Ну даже если я об этом упоминал, не грех сказать еще раз. И более подробно я все учитываю в таблице, давайте обратимся к ней. Вот эти компании, начиная с, по-моему, Ростелекома, я в портфель добавил в последний раз, когда я делал ребалансировку. Обращаю внимание, что после ребалансировки я не продавал компании, которые у меня до этого были куплены, до ребалансировки, потому что мой счет небольшой, и пополнение в 20 тысяч рублей в неделю в течение нескольких недель уже выровняют мой счет до нужного уровня. Конечно, если бы у меня был не 1 миллион рублей на счету, а 10 миллионов, мне бы пришлось продавать компании, которые перекуплены в моем портфеле, потому что после ребалансировки целевая доля многих из них уменьшилась. Например, посмотрите на целевую долю Газпрома. Полпроцента. Его, в принципе, можно было бы из портфеля убрать, но я делать этого не буду. Он, в принципе, здесь на будущее, я думаю, еще пригодится. И обращая внимание на цифры, давайте посмотрим, что происходит с моим счетом на 26-ую неделю эксперимента. Во-первых, я суммарно вложил 1 миллион 332 тысячи рублей. Сейчас на балансе 1 миллион 225 тысяч рублей. То есть я, получается, в минусе. Ну, тут, получается, на 100 тысяч рублей. Но с учетом того, что я получаю еще и дивиденды, их оставляю на счету и реинвестирую, мой текущий P&L Profit and Loss минус 43 тысячи рублей. То есть я инвестирую. Какая? 26-ая неделя пошла. И я в минусе. По какой причине? И не значит ли это, что инвестировать в акции на российском рынке не стоит? Давайте разбираться. Обращаю ваше внимание вот сюда, на этот график. Он логарифмический, поэтому не так страшно выглядит. Да, давайте вот так открою. Обычный. С падением в 2022 году. С текущим сильным падением с пика на 27%. Что это значит? Это значит, что если бы я вложил 1 миллион рублей в акции вот здесь, к текущему моменту от моего миллиона осталось бы, насколько, 800, а то есть 700 тысяч рублей. Учитывайте, что это я индекс показываю российского рынка. Некоторые компании упали значительно сильнее. Так что же, не стоит инвестировать. Обращаю ваше внимание, что исторически фондовый рынок, и это заложено в его природе, в его сути, показывает доходность. То есть то, что сейчас наблюдается снижение цен, это хороший момент для того, чтобы докупать активы. А в момент, когда будет вот такое движение, естественно, по желанию уже кто-то из вас может активы продавать. Почему рынок фондовый упал и настолько сильно? Обращаю внимание на ставку Центрального банка. Она не просто рекордная, она беспрецедентно высокая, и длится это уже достаточно большой период времени. Плюсом к тому, Центральный банк не планирует ее снижать в ближайшее время. Более того, ведутся разговоры о том, чтобы ее еще сильнее повысить. О чем это я? Это я о том, что сейчас люди не несут деньги в акции, люди несут деньги на банковские депозиты. Когда процентная ставка начинает снижаться, будь это через месяц или через два года, неважно, люди побегут забирать свои деньги с депозитов и в том числе понесут их на фондовый рынок. Плюсом к тому, обращаю ваше внимание, что если компания условной рога и копыта зарабатывала, скажем, 1 миллион рублей, вопрос, ну, чистой прибыли имею в виду, вопрос, сколько должны стоить ее акции? Суммарно все с каким-то условно средним мультипликатором ПНЕ, который присущ текущему рынку, ну, с некоторыми поправками на перспективу в будущем, ну, вот такая и должна быть цена. Например, если мультипликатор ПНЕ сейчас равен 5 в среднем по рынку, ну, где-то 5 миллионов рублей будут стоить акции этой компании. Ну, я имею в виду, что годовая прибыль 1 миллион рублей. В случае, когда процентная ставка центрального банка увеличивается, это влияет на мультипликатор. То есть, какой смысл держать деньги в бизнесе, который относительно рисковый, если я могу пойти, забрать свои средства, положить в банк, у меня там еще и до 1 миллиона 400 тысяч застраховано, по нескольким банкам раскидал, и получать гарантированную доходность без каких-либо рисков. Это уменьшает как раз-таки показатель ПНЕ. Более того, к ставке центрального банка привязана доходность облигаций. То есть, люди перекладываются из акций в облигации в том числе, и это тоже снижает мультипликатор ПНЕ. К чему это я? Это я к тому, что так дешево, как сейчас вы можете купить акции российских компаний, вы не могли их купить никогда прежде. И более того, скажу, если ставка будет в высокой длительный период времени, у вас еще будет какое-то время на то, чтобы закупить акции. Вопрос. Мне в Телеграме в комментариях писали, Артем, почему ты так уверен, что в случае снижения ставки центрального банка, акции будут расти, а не наоборот падать еще сильнее? Здесь логика обратная. Если ставка центрального банка падает, то по гарантированной доходности, соответственно, вы ничего не получите. Ставка, если, грубо говоря, 0%, вы не получаете никакой гарантированной доходности, держать деньги в банке. Вам приходится рисковать, принимать на себя риски, инвестировать, ну, например, в тот же фондовый рынок, покупать акции. И в среднем мультипликатор Profit to Earnings, извиняюсь, Price to Earnings ПИНА И растет. Это значит, что цена акций увеличивается, несмотря на фундаментал. Более того, давайте посмотрим на данный график. Это денежная масса. Что такое денежная масса? Грубо говоря, сколько вообще в стране ходит денег в объеме. И посмотрите, как сильно денежная масса взлетела вверх с 2022 года. Более того, если сейчас вы по вкладам получаете 20, может быть, 25%, и мы знаем, что 50 триллионов рублей находятся на банковских депозитах, это половина денежной массы. А денежная масса, вот последние данные, 108 триллионов. Это значит, что денежная масса через год увеличится как раз-таки на эти 20 или 25% от 50 триллионов. Я вас поздравляю. Чем дольше будет держаться большая процентная ставка катастроального банка, тем сильнее будет расти денежная масса. Что такое денежная масса? Это общее количество денег в экономике. Если товаров и услуг, то есть ВВП, не увеличивается или увеличивается не теми темпами, каким увеличивается денежная масса, деньги обесцениваются, это называется инфляция. И обратите внимание, что сейчас 50 триллионов рублей, половина денежной массы, она не в экономике, она на банковских депозитах. Как раз-таки для этого Центральный банк большую ставку удержит, чтобы инфляцию как-то более-менее обуздать. Если бы 50 триллионов пошли сейчас в рынок, мы бы видели инфляцию куда сильнее, значительно больше. Но все эти махинации с повышением процентной ставки Центробанком, они не исправляют проблему, они ее откладывают, потому что эти деньги в любом случае отложены спросом, пойдут в рынок. Не только на фондовую биржу, увеличивая показатель ПИНа И, но и вообще в принципе на все товары, на все услуги, в недвижимость, куда только возможно потратить деньги, они будут потрачены, цены вырастут, вырастут на все. И тем больше будет инфляция, тем больше будет удорожание цен, чем выше будет процентная ставка и чем дольше она будет таковой держаться, при условии, если депозиты банковские не заморозят. По крайней мере, Центробанк говорит о том, что этого не произойдет, но понятно, да, если заморозят депозиты, то, наверное, что-то нехорошее произойдет. Люди все-таки не готовы, наверное, 50 триллионов рублей потерять, но хотя посмотрим. И к слову тоже, раз мы заморозки депозитов говорим, если вы инвестируете на фондовую биржу, вот, например, у меня в брокере БКС, есть счет, какие-то активы я покупаю, и вдруг замораживают депозиты. С вашим брокерским счетом не произойдет ничего. Чисто технически, теоретически, если Центробанк захочет изъять вот эти 50 триллионов рублей из экономики насовсем, и, ну, как будет заморозка депозита выглядеть? У вас лежит 12 миллионов рублей на счету, на вкладе, а забрать вы можете там 50 тысяч рублей в месяц, например, только. И все, идете в кассу, там, по чуть-чуть, по чуть-чуть снимаете, и смотрите, как у вас вот ваши 12 миллионов рублей обесцениваются из-за повышенной инфляции. Она в любом случае будет. И на брокерские счета это никак не распространится. Денег тут совсем копейки относительно депозитов, тем более сейчас, тем более в акциях. И нет никакого риска, ну, наверное, по крайней мере, я так считаю, держать деньги на брокерских счетах, а вот на банковском вкладе крайне-крайне сомнительно и крайне-крайне рисково. К слову, бонусом, пока я еще не перешел к своим покупкам, своим дивидендам, что я там купил, по каким ценам, и что мне уже дивиденды принесло, и что я жду по рынку дальше, скажу, что если вы держите деньги на депозите в банке, это крайне сомнительная история по нескольким причинам, не затрагивая даже потенциальную заморозку. О ней мы, в принципе, больше говорить не будем, поскольку центральный банк говорит о том, что этого не произойдет. Будем верить, по крайней мере, заявлениям, которые сейчас на этот счет даются. Заморозки не произойдет, говорят. Но, тем не менее, какой смысл держать деньги под сколько у вас платят банк? 15 у кого-то, у кого-то 20? Да, в редких случаях, там, на небольшой срок, там, до полугода, я видел, там, 25% даже были предложения. Но какой от этого смысл замораживать свои деньги, получать... Ну, окей, в случае, если вы 25-годовых получаете, тут вопросов нет, но если вы получаете меньше, чем 20-годовых, например, по вкладу, зачем там держать деньги? Обращаю ваше внимание, заходите на биржу, к любому брокеру, и вот просто историю свою покажу, своих транзакций. Я 100 тысяч рублей с индивидуального инвестиционного счета, мне нужно было их на месяц подержать, думаю, ну, они просто так лежат у меня на счету. Пока я там ИС закрываю, с ними ничего не сделаю. Ну, какой смысл активы какие-то покупать на них, если я ИС в любом случае закрываю? Так вот, обратите внимание, я сделки купил на эти самые 100 тысяч рублей, которые просто так без дела лежали на один месяц, паевый инвестиционный фонд, ликвидность у КВИМ он называется. На самом деле их несколько, паевых инвестиционных фондов на бирже, которые являются фондами денежного рынка, так называемая, вот, отдельная категория. Обратите внимание на, во-первых, вот он, тикер LQDT. Обратите внимание на волатильность, ее, в принципе, нет. И я вот для примера тот фонд, который я покупал, показываю, что тут ничего не понятно, какие-то линии, ну, вот она цена, она чуть-чуть постепенно растет. И этот рост связан с ключевой ставкой Центробанка. Деньги отсюда вкладываются в инструменты, которые предоставляет Центробанк, и доходность по этим инструментам максимально приближена к ставке ключевой Центробанка. Притом вы не морозите деньги на полгода, вы не морозите деньги на год, вы не даете деньги банку, вы покупаете актив на своем брокерском счету и получаете гарантированную доходность в размере ставки Центробанка. Более того, тут, если кто-то с плечом торгует, занимается спекуляциями, я узнавал, вот эти штуки, их можно использовать как маржинальное обеспечение, то есть, не обязательно просто деньги на счету хранить, можно хранить их вот в таких вот фондах ликвидности. И, обращаю внимание, я месяц подержал деньги на счету. 100 тысяч рублей, вот они, 113 тысяч рублей у меня было, и спустя месяц я продал долю своему вот этому паевому инвестиционному фонде. 115 тысяч получил. Это не реклама конкретно вот этой штуки, нет, мне никто ничего не платил, я просто показываю свои сделки. Их несколько, посмотрите, там, выберите сами, если вас заинтересует эта штука. Но, посмотрите, 2000 рублей я сверху получил. Это, ну, около 2% за месяц. Да, это не 25 годовых в пересчете, но это близко к ставке Центробанка. И я не рискую удержать деньги на депозите, которые, ну, мало ли, всякое в истории бывало, да, в 2022 год. Вспомните, как ограничивали возможность распоряжения своими деньгами в банке? И, ну, мало ли, что будет в будущем, тем более, если Центробанк не может побороть инфляцию. Ключевая ставка беспрецедентная. И сейчас понятно, что денежной массы настолько много, ее будет все больше и больше становиться, что с инфляцией, я не знаю, смогут справиться, не смогут, скорее всего, нет. Скорее всего, нет. И будет интересно посмотреть. Я даже в книжках о таком не читал, не то чтобы на своем примере видел. Ну, видимо, рублю не то чтобы конец, но цены будут расти значительно. И на все, включая акции. Более того, когда растут цены, инфляция, да, представляем, что это такое. Это значит, что вы за булочку платили 100 рублей, сейчас будете платить 120, ну, вот 20% инфляции. И булочку же кто-то продает, кто-то продает ингредиенты для этой булочки, кто-то поставляет различные товары, услуги, цены, которые растут. Соответственно, выручка у всевозможных посредников, поставщиков, производителей растет. Что такое посредники, поставщики, производители? Это бизнес, который занимается какой-то конкретной деятельностью, производит какие-то товары или услуги. У них выручка будет расти. А я, покупая акции бизнеса, у которого растет выручка, соответственно, и чистая прибыль так или иначе будет расти у кого-то сильнее, у кого-то слабее. Но, тем не менее, просто из-за того, что деньги обесцениваются, номинально цифры будут увеличиваться. То есть, фундаментально, даже если мультипликатор ПИНа и не будет расти, цены на акции вырастут. Просто исходя из определения, что такое акции, что такое бизнес, что такое инфляция. А я вас уверяю, когда деньги пойдут на рынок мультипликатора ПИНа и с рекордно низкого... И я уже показывал этот график, давайте я еще раз его открою. Что было бы сейчас с российским фондовым рынком, как бы он выглядел, да, давайте вот я открою, как он выглядит сейчас. Но что было бы с ним, если бы ставка Центробанка не была настолько рекордной и высокой. Показываю график. Вот он. Это, конечно, очень грубое сравнение. Я просто вычел отсюда мультипликатор доходности по облигациям. Доходность по облигациям, очевидно, растет вслед за ростом ставки Центробанка. И вот что мы имеем, да, с пика 2021 года акции бы выросли на новый максимум. И вот сейчас при коррекции где-то примерно к этому бы пику вернулись. Я напомню, как выглядит фондовый рынок России сейчас. И давайте сравним, сколько нужно вырасти рынку до максимума 2021 года. На 68%, да, 70%. Вот грубо говоря, если бы ставка Центробанка была бы неизменной, не увеличивалась такими темпами и в таком объеме. Сейчас весь российский фондовый рынок был бы на 70% дороже. Почти вдвое. И рано или поздно это будет. Ставка не может быть вечно такой высокой. Ну, либо в случае, если она действительно будет такой высокой вечно, мы будем видеть огромную инфляцию. И да, мультипликатор пина и не будет такой высокий. Но акции будут так или иначе расти за счет того, что инфляция, за счет того, что номинально растет выручка, номинально растет прибыль. Да, понятно, что в покупательной способности, возможно, рост будет не настолько сильный или относительно слабый. Но в цифрах мы будем видеть примерно вот такой график. Так что это явление временное. В любом случае, ставка будет снижена сейчас. Рынок, грубо говоря, прямо сейчас вот сюда взлетает. Ставка будет снижена позже. И чем позже она будет снижена, тем больше будет отложен эффект инфляции. И чуть-чуть постепенно будет расти фундаментал. Мультипликатор пина и такой останется. В случае, если ставка будет долгое время высокой. Но просто из-за инфляции, из-за фундаментала вот таким образом акции будут двигаться. Более того, если вот такое движение произойдет, если рубль достаточно сильно ослабнет, обесценится. И после этого мы увидим момент, когда фондовый рынок придет в норму и мультипликатор пина и станет обычным. Там еще плюс 70% вот таким вот образом будет пика. Я не знаю, когда это произойдет. И очень нелогично, на мой взгляд, падение. Сейчас, ну, конечно, да, люди продают активы, несут деньги в банк. Но это все похоже на какую-то финансовую пирамиду. Когда она рухнет, никто не знает. Ну, вот когда она рухнет, мы увидим характерную вот такую вот штуку. Либо вертикальную в случае, если быстро и резко процентную ставку будут снижать. Либо вот такую постепенную, если она будет долгое время на текущих уровнях. Да, до вот этого начала можем еще какое-то время попадать. Я не знаю, сколько активов у людей еще осталось и сколько они будут готовы их продавать. Тем более, что если процентная ставка Центробанка будет в ближайшее время расти еще сильнее, то, конечно, она вот так вот еще вниз пойдет. И никогда в истории фондового рынка, в моей памяти, по крайней мере, хоть я, конечно, и не очень давно им занимаюсь по меркам существования фондового рынка, но не было таких цен на акции. Обращаю ваше внимание, давайте просто глянем на фундаментал. Максимально точные данные, конечно, мы увидим только в тот момент, когда будут годовые отчеты сдаваться. Ну, допустим, Сбербанк, всем известный, далеко ходить не нужно. Вот чистая прибыль 1 триллион 509 миллиардов рублей за 2023 год. Притом, в 2023 году цена на обыкновенную акцию была 270 рублей. Сейчас, обращаю внимание, это привилегированные акции. Да, давайте обычные открою. И что мы видим? 234 рубля. То есть, цена и вследствие падения цены на акцию, также и капитализация снизилась, ну, примерно на 16%. Обращаю ваше внимание, что да, нам нужно подождать нового годового отчета. Вдруг там Сбербанк резко станет нерентабельным. Но я примерно смотрю промежуточных показателей. Чистая прибыль, я предполагаю, будет больше. Акции стоят дешевле, то есть капитализация меньше. Даже в 2023 году при вот этих показателях мультипликатора ПИНа и был 4. Это значит, что взять годовую чистую прибыль Сбербанка, умножить ее на 4, вот столько будут стоить все акции Сбербанка, столько будет стоить компания, это ее капитализация. И учитывайте, что чистая прибыль будет расти, и цены, то есть капитализация сейчас ниже. Точно показатель ПИНа, и мы увидим еще раз, напомню, когда выйдет отчет годовой, но даже если бы мультипликатор был 4, понимаете, к чему я клоню? Не нужно нести деньги в банк, что-то сомнительное по типу финансовой пирамиды под 20 годовых, если вы можете на эти деньги купить бизнес, который на свои счета к концу года, за год заработает, ну, примерно 25% от того, что вы купили. Купили, например, вы в Сбербанк, да, за 4, не знаю, тысячи рублей, он вам принесет тысячу с таким мультипликатором. Купили вы за 4 триллиона рублей Сбербанк, ну, например, он столько стоит, да, с таким мультипликатором, он за год заработает триллион. Там уже вопрос дивиденды выплатить на все эти деньги или пустить их дальше в бизнес, развиваться, захватывать новые рынки и, соответственно, в следующем году заработать еще больше денег. Ну, это как работает менеджмент компании, там же другие вопросы. Но понимаете, к чему я клоню? А если мультипликатор пина и будет 3, так вы можете купить топ-1 компанию в России по капитализации и получать, ну, не то чтобы получать, да, получаем мы дивиденды. Компания может далеко не все деньги с чистой прибыли пустить на дивиденды, ты можешь пустить половину, может меньше, может больше, не важно. Может вообще дивиденды не выплачивать, но вы понимаете, что фундаментально я купил бизнес, и моя доля, она небольшая совсем, там, доли-доли-доли процента, ну, вот я, там, на свои вложенные 100 тысяч рублей получил, сколько там, чистая прибыль, так же эту долю высчитываем, ну, вот смотрим, там, 30 тысяч рублей, ничего себе, да, мне эти деньги не выплачивают, они остаются в компании, компания растет, акции, цена на акции растет вследствие того, что компания растет. Ну, и я вижу, там, зелененькую циферку на своем счету. Ну, это, то есть, тут уже две крайности фондового рынка, как он работает, да, компании ростовые, компании дивиденды, как менеджмент деньгами распоряжается, об этом сейчас не будем. Вы понимаете, о чем я. Не нужно держать деньги на депозите, ну, крайне не рекомендую. На короткий период времени какую-то небольшую сумму, конечно, нет смысла покупать акции на какую-то короткую дистанцию. Акции — это долгосрок акции, это про финансовую независимость, про финансовую свободу, и вообще на этом канале, вот, и в рамках этой рубрики, в том числе я рассказываю про свои дивиденды. И все медленно-медленно, плавно подходит к таких результатам моих инвестиций, что же сейчас происходит. Акции валятся, очень дешево они стоят, я их продолжаю докупать. Обратите внимание вот сюда, на вот этот показатель, это строчка с кэшем. Давайте я чуть подробнее разверну таблицу, вот таким вот образом. И обратите внимание сюда. Я по 20 тысяч рублей в неделю инвестирую, пополняю в свой счет, но далеко не все деньги сразу пускаю в рынок. У меня есть доля кэша, и сейчас моя целевая доля кэша в портфеле — 6%. Она зависит от динамики фондового рынка. Если рынок сильно растет, у меня должна быть доля кэша выше. То есть, допустим, у меня 70 тысяч рублей сейчас составляют примерно 6%. Если фондовый рынок начинает расти, и моя целевая доля в портфеле становится, например, 10%, то мало того, что вот эти 70 тысяч рублей, с которыми ничего на счету не происходит, они постепенно снижаются, их доля от общего счета портфеля, потому что портфель сам по себе растет из-за роста рынка, так мне еще и больше денег нужно держать в кэше. И поэтому на росте рынка все пополнения мои будут идти в кэше, и они будут просто лежать, ждать своего момента. Наоборот же, на снижение вплоть до 0% у меня прописана доля кэша. То есть, если рынок упадет сильно, я вообще все деньги на сильные просадки в него вложу. На текущий момент, вот сколько он упал под максимум за последний год, мне нужно держать 6%. И давайте покажу, что там интересного происходит по графикам. Вот он, P&L как менялся, причем недавно буквально он выходил в плюсовую зону. Это в тот момент, когда акции, давайте я вернусь и покажу вам, когда акции вот так чуть-чуть отскакивали. Причем, обратите внимание, рынок значительно упал, но в момент, когда акции вот так отскакивают, у меня уже образуется прибыль. Ну, нереализованный, естественно, да, чтобы ее реализовать, мне нужно продать все свои активы, чего я делать не буду. А что же касается моей истинной цели, покрытия моих расходов дивидендами, да, я поставил вот себе четкую отметку, я хочу получать 500 тысяч рублей в месяц с дивидендами. Давайте посмотрим, что с этим происходит. Ожидаемые дивиденды в месяц. Вот ради этого графика я инвестирую. Посмотрите, каким образом он растет вертикально. Сейчас мы ожидаемые дивиденды в месяц 12 184 рубля. Что это значит? Это значит, что, конечно, многие компании выплачивают дивиденды вообще раз в год некоторые, два раза в год некоторые, чуть-чуть чаще. Но если взять по всем моим компаниям дивиденды, я их учитываю за прошлый год, плюс смотрю промежуточный результат и корректирую вот это вот значение периодически. Грубо говоря, прогнозируемые дивиденды за весь следующий год, если взять, сложить и разделить на 12, получится вот такая сумма 12 184 рубля. И обратите внимание, первое, на динамику, как этот показатель растет. И ради этого именно я инвестирую. Моя цель 500 тысяч рублей, она, конечно, очень высоко, тем не менее. Вот буквально недавно еще там 6-7 тысяч рублей в месяц я ожидал. Сейчас уже 12. И это при том, что я по чуть-чуть инвестирую. Следующий момент. Я пополнил свой счет на 100 тысяч рублей на днях. Это на несколько недель вперед. Видите, вот такой вот пик вот здесь произошел. Это на несколько недель вперед. Я в неделю по 20 тысяч пополняю. Но вот сейчас на несколько недель вперед закинул. И поэтому в следующей неделе будут без пополнений. Но динамику я так или иначе продолжу показывать. Это второй момент. Третье. Посмотрите вот сюда. Сумма дивидендов ежегодно. В 23-м году я начал этот эксперимент. Там совсем капелька-капелька мне пришла. Вот за 24-й, конечно, еще год к концу не подошел. Тем не менее, обратите внимание, 60 тысяч рублей пришло. Вы здесь можете вопрос задать. И мне задавали такой вопрос в Телеграме. Артем, а почему 60 тысяч рублей тебе пришло, если ты ожидаешь 12 тысяч в месяц? Ну, как бы должно за несколько месяцев столько прийти. У тебя за весь год 60 тысяч. А давайте вот сюда посмотрим. В начале 2000... Это 2024 год. И в начале 2024 года, да, где у нас там данные... Я раньше не так активно это все дело записывал. Ну, вот, грубо говоря, вот здесь, начало 2024 года. Ожидаемые дивиденды в месяц у меня были 4 тысячи рублей. То, что я купил акции сейчас, сегодня занес в таблицу, и ожидаемые дивиденды в месяц моментально увеличиваются. Это же не значит, что я послезавтра начну получать больше дивидендов. Нет, я, грубо говоря, через год почувствую максимальную отдачу от своей текущей покупки. То есть все, что я покупал за 2024 год, да, частично мне что-то там выплачивали сверх того, что... Нельзя сказать сверх того, что планировалось, да. Ну, что-то мне там где-то выплачивали, но все мои текущие покупки, они раскроются максимально в дивидендах через год. А по сути, вот сколько я за этот год должен был получить? Вот на начало года смотрим. Те активы, которые у меня были на начало года, 4 тысячи рублей в месяц. Прошло, ну, сколько, вот 11 месяцев, я должен был получить 44 тысячи рублей, получил 60 тысяч. Еще раз, почему? Потому что некоторые мои покупки в течение года так совпало, что проходили до даты дивидендной отсечки. Я вот купил акцию и через неделю получил уже прямо сейчас по ней дивиденды, да, год мне нужно ждать. Ну, понятно, я купил акцию относительно дорого, потому что после дивидендной отсечки там происходит дивидендный гэп и так далее. Ну, то есть нельзя сказать, что нужно покупать акции там за неделю до дивидендной выплаты. Нет, немножко не так работает. Ну, вот так или иначе, какие-то чуть-чуть больше выплаты я получал. И через год, если все фундаментальные показатели будут не хуже, чем сейчас у компаний, я вот в среднем в месяц буду по 12 тысяч получать. Это, ну, где-то 100-140 тысяч рублей по году. Грубо говоря, в следующем году я ожидаю от этого портфеля. И еще раз напоминаю, у меня на счету 1 миллион сколько? 200 тысяч рублей, да. 1 миллион 200 тысяч сейчас, с учетом того, что там, просадка. Текущий пионель минус 40 тысяч рублей. То есть это сколько получается? 10% от счета 120 тысяч рублей. То есть это где-то минус 3%. Мой текущий пионель примерно минус 3% от моего счета. А давайте посмотрим вот сюда еще раз. Насколько сильно упал рынок? Ну, давайте с максимума не будем считать, да. Вот где-то со средних значений, где можно было в конце 23-го, в начале 24-го купить акции, да. И вот, допустим, я бы там купил акции. К текущему моменту сколько бы у меня денег было? Минус 19%. Да, какие-то там дивиденды бы мне приходили. Но я это к тому, что, обратите внимание, у меня волатильность по портфелю относительно небольшая. Вот взглянем в целом на индекс российского фондового рынка и увидим минус 19%. У меня минус 3%. Конечно, я не здесь закупился, я по чуть-чуть постепенно закупал. И здесь нельзя сказать, что я просто акции классные какие-то выбрал. Ну, в том числе, естественно, я выбрал акции, ну, нельзя сказать классные, нельзя сказать низковолатильные. Нет, я выбрал компании, которые платят хорошие дивиденды и пропорцию грамотно в составе. Но в совокупности факторов и грамотный портфель компании в нем, точнее, грамотный money management, постоянное пополнение счета, постоянной покупки, грамотное управление долей кэша. Не знаю, как это другими словами сказать, но вы, я думаю, поняли. Оно все вот налицо, минус 3% в момент, когда примерно средних цен начала года минус 20%. Да, кто-то вообще на пике покупал, у него сейчас минус 27%. Вот так вот. Ничего страшного в фондовом рынке нет. Страшно немножко за депозиты. Ничего нет страшного покупать акции Сбербанка, например, и других банков, если вы думаете, что а вдруг действительно, предвещаю такой вопрос, а вдруг действительно какой-то вот риск оправдается с, не дай бог, заморозкой вкладов. Банки же рассыпятся, посыпятся, там вкладчики быстро налетят, там если какая-то уже слух какой-то пойдет, и банкам нечем будет отдавать вклады. Ничего страшного в этом нет, потому что центральный банк в любом случае, конечно, обеспечит. И более того, я скажу, что если кто-то считает, что 50 триллионов рублей банки берут себе на депозиты и выплачивают проценты, но они же зарабатывают с чего-то, как это банки вам дают деньги, и они еще и зарабатывают, и показывают хорошие показатели фундаментальные, как бизнес. Где они берут эти деньги? Ну, наверное, кому-то в кредит дают, да, 50 триллионов, видимо, кому-то дали в кредит под проценты больше, чем платят вам, но никто не берет деньги под проценты больше, чем вы получаете в банке. Знаете, откуда берутся деньги? Банки используют инструменты, которые предлагает центральный банк, то есть, грубо говоря, очень грубо, тот же Сбербанк, в котором у вас вклад, у него также открыт счет в центральном банке, и там он получает доходность больше, чем платит вам. И отсюда там какие-то, какие-то разницы в каких-то копеечках получается. Ни в каких кредитах, ну, конечно, есть портфель кредитный, но по высоким процентам 50 триллионов никто не берет. Деньги лежат в основном на счетах центрального банка. Большой процент, большая ставка центробанка говорит о том, что деньги все больше и больше и больше печатаются. Кем? Ну, самим центробанком. Центробанк сам по себе где может деньги взять? Напечатать. Ну, как бы, если вы будете изучать эту информацию, вы не увидите, что там напрямую центробанк включил печатный станок. Нет, там абсолютно разными схемами, разными способами. Так или иначе, ликвидность на рынок поставляется. И, грубо говоря, можно сказать, что центробанк деньги печатает. Вот посмотрите на этот график. Откуда берется денежная масса? Откуда? Ее же не было, да? Вот в 2014 году было 30 триллионов, а сейчас 110 почти. Откуда взялось 70 триллионов? Кто-то скажет, напечатали. Кто-то погуглит, там скажет, нет, центробанк не печатает деньги. Там у него другие, там разные инструменты. Суть одна и та же. Денег больше, инфляция выше, цены выше. Акции будут года через два настолько дорогими относительно текущих цен, что вы удивитесь, как же это так? Блин, я пропустил момент для покупки. Не пропускайте момент для покупки. Удачи. И не забывайте подписываться на этот канал и на другие мои соцсети по ссылкам в описании. Там контента больше, он там оперативнее, в частности, в Телеграме. Я вот каждую неделю стабильно давал информацию о своих покупках, дивидендах. И не буду уже ролик растягивать еще сильнее. По каждой моей дивидендной выплате можете посмотреть спиншоты в Телеграме. Ссылка внизу. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok